За столом переговоров депутаты Думы Уссурийского городского округа и парламентарии законодательного собрания. Это первый визит в Уссурийск Александра Ролика в новой должности. Встреча с коллегами – отличный повод наладить продуктивную работу на будущее. Председатель ЗАГСа рассказал о деятельности краевых депутатов. Основным, конечно, главным итоговым документом – это бюджет на текущий год и плановый период 19-20-х годов. На 70% главный финансовый документ края остается социально ориентированным. Вопросы этой сферы особенно актуальны. Так, в этом году запланировано строительство краевого онкологического диспансера. Немалое внимание уделяется и кадровой политике. В Приморье планируют вернуть систему целевого набора для медиков и учителей. Студенты будут обязаны отработать определенное время по распределению. Такой подход нужен и к специалистам сельского хозяйства, отметил ректор ПГСХ. Не в одной программе, вот я уже больше 10 лет занимаюсь, не звучит вопрос развития кадровой составляющей. Вот программа заходит, 9 под программой работают, но кадровая составляющая пока не будет. Так вот такая помощь была. И профильному нашему комитету. Наболевший для всего края вопрос питания школьников. Сегодня учеников начальных классов кормят на 21 рубль в день. Сумма ничтожно мала, признают и в крае, и на местном уровне. Сейчас рассматриваются варианты, как увеличить дотацию. Один из выходов – кормить детей только из малообеспеченных семей. Тогда размер дотации на человека увеличится. Отличное мнение, что делить на малообеспеченных детей из молододетной семьи в нынешних условиях этого делать не нужно. Потому что уже на протяжении последних лет дети привыкли, что они все идут кушать. Александр Ролик отметил. Депутаты Уссурийска могут некоторые предложения вносить и на местном уровне. Например, заложить в бюджете округа статью на питание учеников. На встрече обсудили и другие наболевшие для Уссурийской территории вопросы. Некоторые предложения парламентарий попросил направить в ЗАГС, чтобы совместными усилиями добиваться новых законопроектов и их реализации.